всем большой привет я сегодня хотела бы провести с вами инвентаризацию своей косметики и показать что у меня сейчас есть в наличии но скорее всего палетки для лица сюда не влезут потому что их достаточно много и какие-то сводчи я все-таки захочу показать поэтому я начну наверное с консилеров тонов и дальше перейдем к средствам для губ карандашам тушам и также еще будут жидкие тени и начнем мы с вами с консилеров первое что я хотела бы вам еще рассказать я завела тетрадь для того чтобы просто написать там дату и составила список всех продуктов чтобы написать какое количество каждой позиции у меня есть сейчас наличие консилеров у меня 4 штуки один из них это эвелин далее идет топ фейс далее идет стеллари с кисточкой и еще один эвелин с чайным деревом данный консилер я брала потому что он довольно плотный и он матовый чтобы плотнее перекрывать какие-то несовершенства вот здесь довольно много он достаточно светлый для моей кожи и также он матовый у меня оттенок но 05 light porcelain и здесь его шесть с половиной миллилитров ну то есть почти 8 то есть 6 6.8 миллилитров еще один консилер от эвелин антибактериальные с чайным деревом я его обычно наношу на какие-то несовершенства или чтобы там поплотнее скрыть красноту у меня оттенок 0 0 1 консилер с ти 7 миллилитров выглядит он вот так он достаточно светлый тоже хорошо перекрывает и быстро схватывается но есть время его растушевать его на лице незаметно и меня в принципе он полностью устраивает конечно он немного светлее чем предыдущий от эвелин но в этом в принципе я особо разницы не вижу на лице как-то один другого на лице не выглядит как-то темнее или еще что то я могу смешивать в принципе или наносить по отдельности разницы особо я не заметить консилера top face у меня в оттенке 0 0 1 здесь три с половиной миллилитра но расходуется он довольно экономично у меня в принципе все консилеры в project pen и вот этот именно консилер он не матовый он имеет такой более свежий но живой финиш и обычно я его использую в зоне под глазами или на сами веки чтобы нанести туда тени то есть как основу по тени например он тоже подходит консилер от стеллари он идет с кистью нужно вот здесь покрутить и тут получается на кисть выходит консилер но он мне нравится среднее он когда начинает подсыхать он как будто впитывается и исчезает не знаю насколько гигиенично консилер с кистью но довольно светлый очень мало перекрывает и в нем есть небольшие сияющие частички его здесь по моему всего лишь два с половиной миллилитра если я не ошибаюсь и это типа якобы ну вообще самый популярный консилер ты в сен лоран и я думаю что они хотели сделать типа копию на и в сен лоран консилер с кистью который идет для возрастной кожи например под глазами или если кожа под глазами сухая в принципе вот такие сводчи консилеров далее перейдем к тонам тонов у меня все равно достаточно много как я считаю если услышите какой-то шум у меня здесь включен сплит система включена просто немножко жарко вот этот тон от beauty бомб из коллекции эмочка мне был достаточно темноват немного и поэтому я его смешала с тоном от шоссе до синкро skin glow да у них совершенно разная ценовая категория шоссе да это люкс а beauty бомб это бюджет но вместе они работали прекрасно и можно было высветлить вот этот от beauty бомб но у них финиш почти плюс минус похож поэтому прекрасно они работают вместе не вижу ничего такого в том чтобы как бы пробивать косметику таким способом каким неудобно немножко грязноватый он у меня конечно же но это никак не влияет на его свойства и в целом консистенция получилась нормальная цвет тоже этот тональный крем он получился ну и тот и другой они не матовые а такие более натуральные но на лице в принципе они держатся достаточно хорошо и красиво сходят оттенок получился светлый как раз такой какой нужен мне то есть я его рукой растушевываю ощущение что у меня нет тона на лице но тон лица выровнен еще вот такой от influence beauty skinovation mat у меня оттенок 01 я беру всегда самые светлые оттенки потому что кожа у меня достаточно светлая но этот тон более перекрывающий матовые стойкие он хорошо сходит и отлично держится в течение дня у меня тоже вот эти тона в project pen поэтому как только они закончатся я буду брать постепенно остальные потому что я чем чаще буду открывать тона тем быстрее они будут портиться вот этим биби кремом от beauty bomb я пользовалась какое-то время и он довольно быстро уходит здесь не так его много но вот я прям много выдавила самом деле но просто он видимо застоялся и там собрался какой-то воздух здесь всего лишь 25 миллилитров у меня тоже оттенок 01 самый светлый он довольно жидкий легко распределяется но он постепенно схватывается и на коже выглядит как матовый но при этом кожа не выглядит как будто вы сильно запутались то есть он дает такой более-менее натуральный эффект это тональный крем от эвелин он называется better than perfect но у трансфер формула то есть он устойчив к ношению маски но у нас уже нет каких-то ограничений поэтому маски мы не носим но только на работе если потребуется оттенок у меня 01 и данный тон он имеет не сколько матовый сколько такой прям живой финиш он ложится тонко выравнивает тон лица и мне в принципе он понравился носится он довольно легко и на коже не выглядит ну как маска что ли то есть он прям с таким натуральным покрытием и у него нет каких-либо сияющих частиц то есть он просто матовый но не совсем но держится очень хорошо мне формула понравилась и плюс у него еще часто бывают него скидки поэтому присмотритесь если вам нужен какой-то легкий но устойчивый тон примерно такую же характеристику имеет тон от 17 time plus у меня оттенок также самый светлый это 01 порселайн и примерно такую же он имеет систему то есть он вроде как матовый но при этом у него натуральный финиш легкое покрытие он отлично перекрывает недостатки но какие-то сильные покраснения вам естественно придется маскировать консилером но видите он довольно светлый то есть для белоснежек отлично подойдет и он очень быстро и легко распределяется очень тонко я наношу его обычно спонжем также хорошо его можно нанести кистью или если вы не любите такие средства для нанесения руками тоже будет нормально но возможно покрытие не будет сильно таким равномерным наверное какие-то небольшие шелушения может подчеркнуть нужно хорошо подготавливать кожу но в принципе без базы какой-то он тоже нормально наносился просто у меня был такой момент один раз что я забыла нанести уход и что-то сразу начала носить тональный данный крем и было все отлично но у меня кожа не сухая она у меня комбинированная больше склонная к жирности в т-зоне поэтому с ним было все отлично и вот дальше остаются тона которые мне не очень сильно понравились люкс визаж скин эволюшн он чуть-чуть оказался мне темный хотя у него тон десятый то есть это самый светлый а вот этот от лавель он кажется немножко каким-то сероватым и с ним кожа у меня блестит где-то часа через два но обычно у меня как-то сияние появляется чуть попозже обычно через часа хотя быть четыре или три с половиной но вот с этим довольно сильно появляется у меня блеск на лице жирный то есть данный крем выглядит вот таким образом от люкс визаж но все равно он довольно темноват мне может быть на полтона но это заметно его нужно прям хорошо растушевывать а вот этот от лавель ну и вот этот свотч у меня нижний это лавель он немножко как будто как сероватый довольно они оба жидкие но лавель он более жидкий чем от люкс визаж но заметно что люкс визаж он слегка желтоват такая у них текстура я просто выдавливаю побольше чтобы вы могли посмотреть получше цвет и как они выглядят ну просто я буду ими пользоваться буду просто смешивать чтобы не такой он был темный но в целом если вы потоньше растушевать то не сильно заметно но все равно видно что он не моего оттенка где-то на полтона он темнее чем он есть на самом деле ну и того мы можем посчитать что у меня 7 тональных средств потому что вот эти смешанные получается 1 2 3 4 5 6 7 ну в общем вот эти у меня находится в project pen и когда они будут заканчиваться то все остальные я буду просто постепенно добавлять в проект жидких теней у меня на самом деле не так много их всего лишь 5 штук но честно говоря вот этими я вообще не пользуюсь потому что мне не нравится как они выглядят на глазах они наносятся очень плешиво и достаточно плохо растушевываются поэтому я их обычно использую как например помаду вот это темный оттенок если мне хочется какой-то шоколадный оттенок и также вот эти тени в двадцать девятом оттенке этот у меня в тринадцатом это ривы и про я их использую тоже как какой-нибудь сияющую помаду но наношу не на все губы акцент на на середину губ и вот так выглядит swatch то есть это тринадцатый оттенок это двадцать девятый ну честно говоря немножко выглядит все равно как заметно плешиво и мне вообще они не нравятся не знаю в общем когда подойдет срок годности я их просто тогда уже выкину но не сложилось у меня с ними вот этот swatch красивый зеленый это вот такие тени от ламель инста глиттер это у меня оттенок 404 толп они у меня также находятся в project pen как и вот эти тени от люкс визаж металл хайп у меня это оттенок 08 он называется толп и выглядит он вот таким образом достаточно носибельный подойдет на каждый день и последний слой который у меня на руке в самом низу это вот этот оттенок ривен собой артист у меня оттенок номер пять называется бежевый ну на камеру он чуть-чуть может рыжить но он действительно бежевый его можно использовать как базу по тени также можно использовать его как помаду но скульптор не знаю довольно спорный оттенок хотя он какой-то бежево розовый что ли поэтому для ежедневного макияжа как базу по тени или как самостоятельный продукт вполне себе хорошо и также как помаду бальзамов для губ у меня тоже немного два из них от essence и один от beauty bomb ну который у меня находится в project pen это вот эти от essence они мне не нравятся потому что оставляют какой-то налет на губах то есть у них в середине находится сердечко такое из прозрачной массы которая губы увлажняет просто они дают совсем легкий оттенок но в плане того что они не тинтуют а именно вот эта часть яркая она оставляет легкий оттенок ко мне не просто не очень нравится чтобы увлажнить губы достаточно хорошо нужно наносить его много и из-за этого они оставляют или белый налет вот например вот этот оставляет белый налет а вот этот оставляет розовый который скатывается и получается белорозовый налет из за этого они мне не нравятся я их обычно использую дома например там перед сном губы хотя бы хоть как-то просто увлажнить в качестве ухода. А вот эта помадка от Beauty Bomb, бальзамная, она вообще бесцветная. Формула здесь комфортная, она приятно пахнет. И здесь ее 3,5 грамма. Ну и как только у меня закончатся бальзамы от Essence, я буду использовать данный бальзам от Beauty Bomb. Он мне чем-то напоминает бальзам из коллекции Dollhouse, который был в коробке из-под типа молока. Далее покажу вам жидкие помады, которые у меня есть. Они все, естественно, матовые. И есть у меня вот такие две помады в карандашах от Beauty Bomb. Это старая версия Sexy Lips, а это Alt Lolita обновленная. У меня тут оттенок 5, здесь оттенок у меня 0,1. Также помада от Triluie в 10 оттенке, самый, наверное, популярный оттенок. И еще от Luxe Visage Pin Up. Но это у меня оттенок 39, он такой коричневый больше. Из них вот эти три у меня находятся в Project Pen, остальные буду добавлять по мере необходимости. Также есть у меня здесь красная помада от Jeffree Star. Оттенок называется Red Room. И вот такая помада от Stellar Lip Tattoo. У меня оттенок 0,6. Он называется Gentle Plum. Я сделала также все свочи на руках, и сейчас вам их покажу. То есть выглядят они вот так. Это Jeffree Star. Для меня это самый идеальный красный оттенок. Он холодный и выбеливает зубы. Далее идет Stellar в 0,6 оттенке. Здесь у нас идет Reluie. Дальше идет, если я не ошибаюсь, да, Luxe Visage коричневая. Вот это пятый оттенок Alt Lolita. И это первый оттенок Beauty Bomb Sexy Lips. Ну, а вот это все у меня блески для губ. И сейчас я вам все покажу их по порядку. Начну с вот такого блеска от Stellar. Но я купила когда его. Здесь у меня был оттенок. Он назывался Poison Drop номер 20 оттенок. Он мне в итоге не очень понравился. И запах его мне тоже не нравился. Поэтому я его немножко изменила под себя. И он получился такой розово-сливовый с коричневым потоном. Мне, в принципе, он очень нравится. Устраивает такой цвет. И увлажняет он достаточно хорошо. Свойства его никак не изменились. На губах он выглядит достаточно красиво. Вот эти два блеска от LN Pro находятся у меня в Project Pen. Здесь есть небольшие засечки, чтобы я могла наблюдать, как они заканчиваются. Они практически никакого не дают света на губах. Один из них просто более такой, ну, бежевый. А другой розоватый. Хотя кажется, что он яркий. Но на самом деле он, как видите, особо какого-то сильного оттенка не дает на губах. Они у меня достаточно быстро заканчиваются. Потому что я их иногда использую просто как для увлажнения губ. Если мне недостаточно вот этих бальзамов. И они прекрасно наносятся сверху них. И отлично увлажняют губы. А вот этот блеск из коллекции Beauty Bomb. Коллекция называлась The Cooking Show. У меня это оттенок, если я не ошибаюсь, вроде второй. Я сняла отсюда все наклейки. Здесь 5 миллилитров. Ну, в общем, он просто коричневый. С небольшими блестками. Он потрясающе пахнет. И выглядит на губах он вот таким образом. Практически никакого цвета не дает. И мне очень понравилось, как он вообще, в принципе, выглядит. То есть здесь каждый цвет находится отдельно. То есть, сами можете заметить, что здесь такое идет смешение по ходу того, как аппликатор выходит из флакона. И вы получаете красивый блеск, который вкусно пахнет. Он не липкий. И красиво смотрится на губах. Блесток почти незаметно. То есть, потрясающий блеск. Мне он также очень нравится. И следующий блеск также от Beauty Bomb. У меня это оттенок 03. Он называется Ye Girl. У меня был еще, по-моему, второй или первый оттенок. Но я его отдала для использования другим людям. То есть, мне он не подошел. И мне больше понравился вот этот Ye Girl. То есть, он такой носибельный. Он как-то пахнет, я не помню. Фантой он пахнет. Ну, то есть, он комфортный на губах. Красиво выглядит. Но единственное, что мне, по-моему, он попался бракованный. Тут, если заметно, то видно, что сломан сам аппликатор. Вот эта лопаточка белая, пластиковая. Причем он был полностью закрытый. Без следов пользования. Видимо, это просто заводской брак. Он не липкий и очень плотный. Красиво выглядит на губах. Такой бежево-розовый оттенок. И мое недавнее приобретение. Это блеск от Golden Rose. Как можете заметить, он фиолетовый с голубыми блестками. Это серия Diamond Shine. У меня это оттенок, честно говоря, тут как-то... А, вот 0,2 Mystic. Здесь 4,5 мл. Он достаточно красивый на губах. Чуть-чуть может быть липким, но я бы не сказала, что на губах некомфортно. Как бы во флаконе заметны эти блески, на губах не сильно. Но с какими-то лавандовыми или фиолетово-розовыми макияжами выглядит он достаточно симпатично. Пахнет он чем-то сладким. В принципе, комфортный также блеск. Но я не могу сказать, что хороший запах у Influence Beauty, хотя я читала комментарии, что вот блески Influence Beauty Plexiglass пахнут приятно. Он у меня вообще не пахнет практически никак. И он тоже с такими розово-фиолетовыми блестками. Он пахнет каким-то слегка забродившим вареньем, что ли, с каким-то чем-то сладковатым, непонятным. Не знаю. У меня оттенок 03, он называется Hydrogen. И если его сравнить с Golden Rose, то он более плотный. И блесток также почти незаметно. Все-таки в Golden Rose блестки заметно больше. Но мне он нравится. Красиво его наносить поверх какой-нибудь помады. Также самостоятельно можно наносить на карандаш. Меня он также полностью устраивает. Сроки годности у него в порядке. Несмотря на то, что запах не такой, как описывали некоторые люди в комментариях. Поэтому как-то так. И также недавнее приобретение. Это вот такое масло от Artvisage. У меня оттенок 104, называется Euphoria. Здесь из минусов только то, что довольно плотно достается данная лопаточка. Она довольно широкая по сравнению с ограничителем. И масла выходит здесь не так много. Но оно потрясающе пахнет, не течет. Отлично увлажняет губы. Поэтому, в принципе, я готова простить ему недостаток с лопаточкой. Но достаточно много вот здесь сохраняется данного масла. И, возможно, со временем оно будет скапливаться под колпачком. Но посмотрим. Я им пока не часто пользовалась. Может, раза 3-4. Здесь 5,5 мл. И, в принципе, достаточно неплохое масло. Меня тоже оно так же устраивает. Красивый оттенок. Но его, как вы заметили, вообще на губах будет незаметно. То есть даже блесток практически не видно. Если только на каком-то сильно ярком солнце. И так же прекрасное масло от Геворга. By Giv Moani. Бледное. Мне очень нравится оформление. И так же блеск, как вы заметили, я люблю блески с розовыми или синими, голубыми, сияющими частицами. Здесь удобный аппликатор. Маленький. Наносится масла достаточно много. Но оно вот прям чудесное. Оно лучше всех масел и блесков, которые у меня есть. Потому что комфортная формула. Она как крем. Не липкая. И так же блесток здесь почти не видно. Губы отлично увлажняет. Не течет никуда. Не забивается в какие-то морщинки в губах. Поэтому однозначно могу посоветовать. Там есть еще различные цвета. Смотрите на Алиэкспресс. Также в группе ВКонтакте у Геворга. У них достаточно демократичная цена. Ну и всего получается у меня 9 блесков для губ. Масла я тоже буду считать как блески. Потому что я ими пользуюсь и как блесками тоже. Поэтому всего 9 блесков для губ. Гелей для бровей у меня не так много. Вот этот находится в Project Pen. Тут также вы можете заметить засечки. Это Beauty Bomb. Коллекция Beauty Dacia. Он типа с запахом клубники. Но немножко химозный запах клубники. Но в целом запах роли не играет. Кисть здесь самая обычная. Но достаточно удобная. Его выходит немножко много для моих бровей. Поэтому я обычно стещаю щеточку об ограничитель. Он чуть-чуть у меня уже испачкался. Из-за того, что я наношу его поверх карандашей и теней для бровей. Данное жидкое мыло от LN Pro у меня также есть. Здесь довольно большая кисть. Но также удобная. Но она, как видите, очень маленькая. И, наверное, будет лучше всего для густых плотных бровей. У меня, конечно, брови не самые густые. Я бы сказала, что они у меня практически отсутствуют. Но все-таки уложить им достаточно удобно. И также еще от Beauty Bomb Pro Freak мыло из коллекции... Ну, не мыло, вернее, а гель из коллекции Эмочка. Оно также очень удобное. И оно имело изначально такой цвет. То есть обычно прозрачные гели идут. А этот уже как будто заюзанный. Но в этом весь и прикол. В общем-то, у меня всего лишь три геля для бровей. Так, далее идут туши для бровей и ресниц. Для бровей у меня туши всего лишь одна. И это вот такая от Essence. У меня оттенок 01 Blondie Browse. Здесь есть фибры, которые типа донаращивают волосы. Но в целом, не знаю. Я такого ничего не замечаю. Просто дает неплохой цвет. И фиксации у него средняя практически отсутствует. И он у меня довольно долго уже, как заметно, тут стерлась. Но там еще есть достаточное количество. Мне его, в принципе, много не надо. Фиксация у него, как я уже сказала, практически отсутствует. Из цветных тушей для ресниц у меня осталась вот такая тушь от Belor Design Bad Doll. Она у меня в красном цвете. Она достаточно долго сохнет и может пачкать веки, когда вы ее наносите. Просто она достаточно жидкая. Но она действительно прям имеет красный холодный оттенок. В целом, она неплохая. А вот розовая тушь у меня тоже присутствует. Она у меня от Ril'y. Розовый цвет. Но, в принципе, остальные туши из этой серии, они как-то оставляют комки на ресницах. А вот розовая из них самая такая более приятная. Я ее, ну, уже давненько купила. Попробую как-нибудь в каком-то макияже. Если она будет давать какую-то реакцию, то я, скорее всего, от нее избавлюсь. Все-таки открыта у меня давно. Просто я пользуюсь ими достаточно редко. Поэтому они у меня еще пока хранятся. Из черных туши у меня здесь новая. Недавно показывала. Это Vivienne Saboic Centric. У нее пластиковая щеточка. Тушь дает удлинение и небольшой объем от Paris'ы тушь. У нее кисть, вернее, щеточка у нее идет силиконовая. Также удобная. В принципе, красивая здесь также упаковка. Я вообще взяла ее из-за упаковки. Но такие упаковки и футляры можно встретить и у китайской косметики. И я, как уже говорила, то, что, возможно, на каком-то заводе они заказали партию туши в такой упаковке для себя. И вот эта тушь у меня Rilou Elixir. Здесь щеточка идет натуральная. Ну, то есть классическая, вернее. Но не самая удачная тушь для моих ресниц. И плюс здесь есть ароматизатор. Если глаза чувствительные, то будьте аккуратнее. И тушь, термо-тушь от Luxe Visage Elastica. Ну, тоже она мне так себе нравится. Но ресницы красиво она, так сказать, укладывает. Тушь у нее, вернее, щеточка у нее достаточно длинная. Но мне удобно с ней. И чтобы вам сделать с ней второй слой, нужно дождаться, когда первый чуть-чуть просохнет. Я с ней возиться так не хочу, поэтому, когда закончится, я ее больше не куплю. Мне просто проще пользоваться обычными неводостойкими тушами. Ну и итога у меня одна тушь для бровей. Две цветных. И далее идут четыре черных. Поэтому тушь для бровей я буду считать отдельно, а остальные туши буду считать вместе. И всего у меня получается, что туши у меня шесть штук. Ну, именно для ресниц. Далее у меня идут карандаши. И их тут, ну, достаточно много. Но большинство здесь это карандаши для глаз. Здесь у меня в руке находятся все карандаши для губ. И сейчас расскажу о каждом по порядку. Это у меня карандаш от Vienne Sabo. Le Grand Volume. У меня оттенок здесь 0,5. Он идет такой сливовый, что ли. Он гелевый, довольно приятно наносится. Я его брала под бордовую помаду от Shiseido. Потом ее покажу. Еще один карандаш. Этот у меня находится в коллекции довольно давно. Это Ruby Rose оттенок Dark Berry. Выглядит он вот таким образом. Тоже брала его под бордовую помаду. Но по качеству он немножко уступает Vivienne Sabo. Хотя чем-то оттенки похожи. Просто у Vivienne Sabo чуть-чуть более коричневый оттенок. А у этого он прям бордовый. Следующий карандаш у меня от Lamelle. Это у меня оттенок 404. Я его часто ношу с помадой от Jeffree Star. Выглядит оттенок вот таким образом. Довольно носибельный, несмотря на то, что он кажется ярким. Он также гелевый, достаточно стойкий и хорошо носится. Это у меня карандаш от Paris Sys T-Nude. Это у меня оттенок 721. Но это тоже гелевый карандаш. Но он более носибельный, нюдовый, такой бежево-коричневый оттенок. Он достаточно стойкий и также хорошо носится в течение дня. Можно носить его самостоятельно, можно под какую-то помаду. Далее у меня идут карандаши от Miss Thaise. Это у меня оттенок 780. Он у меня находится в Project Pen. Довольно носибельный оттенок. На каждый день довольно хорошо подходит. На камеру он немного рыжит, но на самом деле он прям такой под цвет вот этого колпачка. Почему-то колпачок выглядит на камеру лучше, чем сам оттенок карандаша. Но на самом деле он имеет конкретно вот такой оттенок. И это абсолютно тоже самое оттенок 780 Miss Thaise. Возможно, они из разных партий как-то отличаются. Но когда я его наношу на руку, вы можете заметить, что никакой разницы абсолютно нет. То есть это дублер предыдущего карандаша от Miss Thaise. Данный карандаш также у меня от Miss Thaise. Это оттенок 768. И он имеет такой ягодный красно-малиновый оттенок. Тоже хороший карандаш. Иногда его наношу в качестве, ну то есть помады на все губы. Выглядит он красиво. Не желтит зубы, а наоборот их выбеливает. Карандаш из коллекции Chimera от Influence Beauty. У меня оттенок 01. Карандаш автоматический, гелевый. И достаточно стойкий на губах. Он имеет такой коричнево-бежевый оттенок. Ну, вообще, мне он нравится. Его еще можно использовать как карандаш для глаз. Но в качестве карандаша для глаз он мне не понравился. Поэтому использую его исключительно на губы. И последний карандаш от Kiki. Оттенок номер 27. Он у меня шел в коллекции с помадой. В наборе, вернее. У него такой немножко кирпичный оттенок. И он у меня такой маленький. Потому что, когда я его точила, он крошился. Он у меня находится в Project Pen. И сейчас он точится немного получше. И надеюсь, что хотя бы вот эту часть я израсходую в Project Pen. Итого мы можем заметить, что у меня всего 9 карандашей для губ. Теперь пройдемся по карандашам для глаз. У меня вот такой от Fares. Оттенок номер 107. Он флуоресцентный. Я не знаю, светится ли он в темноте. Я, честно говоря, не проверяла. Выглядит он вот таким образом. Но если носить его в качестве теней, то он может скатываться. Достаточно неплохо его использовать как подложку под какие-то яркие тени. А это у меня сводчи всех карандашей от Lamelle гелевых. Их у меня всего 5 штук. Голубой я не покупала. О чем потом пожалела. Но смогла найти им замену. В общем, это все мои цветные карандаши от Lamelle. Но у меня есть еще один гелевый карандаш Kayao от Lamelle. Это оттенок 403. И он зеленый. И там есть небольшие блестки. Выглядит он вот таким образом. Блестки какие-то есть, но их практически незаметно на глазах. Поэтому я иногда его использую в качестве просто темно-зеленого карандаша. Он немного отдает бирюзовый, но в жизни он именно зеленый. Также у меня есть два карандаша для глаз от Parise гелевых. Один Neon Demon в оттенке у меня 609. И вот такой еще просто гелевый карандаш в оттенке 808. Выглядят они вот таким образом. Это идет оттенок 608. Ой, вернее 609. А вот это оттенок 808. Он достаточно яркий. А вот этот карандаш Neon Demon в оттенке 609 не самый удачный, конечно. Потому что его очень, ну, надо прям наслаивать. То есть он может немножко плешивить в слизистой так себе. Если честно, не сильно стойкий. Может сходить какими-то комками. Мне нравится лучше. Ну, вернее больше. Еще вот такой карандаш двусторонний от Beauty Bomb в пятом оттенке. Здесь у меня темно-зеленый. И здесь светло-зеленый. Но я его считаю как один карандаш. Как-то по отдельности считать не вижу смысла. Потому что их тут как-то поделить довольно сложно. Выглядят они вот таким образом. Светло-зеленый, немножко с блестками. Он у меня в Project Pen сейчас находится. Иногда его использую. От Influence Beauty у меня карандаш находится в коллекции сейчас вот такой. Внутретьем оттенки серебристый. Но он довольно густоват, конечно. Плотноват для того, чтобы рисовать стрелки. Но оттенок у него красивый. Именно серый. Прям темно-серый. Голубой отлив тут, в принципе, практически незаметен. На глазах он выглядит как темно-серый, почти черный карандаш. Но его хорошо использовать, например, для прорисовки слизистой. Можно оформить межресничку. И, в принципе, если постараться, стрелки тоже можно сделать. Но без помощи какой-то кисти для стрелок мне, например, это сделать довольно сложно. Но можно нарисовать им какие-то графичные детали. Например, какой-нибудь круг поставить. Ну, в общем, он, в принципе, податливый. И в зависимости от температуры тела он распределяется нормально. Но его надо, главное, плотно закрывать, чтобы он не подсыхал. Довольно давно в коллекции у меня вот такой карандаш-тату-лайнер от Maybelline. Это у меня оттенок Берри ягодный. Выглядит он вот таким образом. Чем-то похож на карандаши для губ. Но он для глаз. Но также можно его для губ тоже использовать под бордовую помаду. И еще карандаш от Vivienne Sabo из коллекции Aurora Borealis. Это оттенок 01. Он скорее белый, но какой-то у него голубой там цвет где-то присутствует. Но, в принципе, он просто как разбеленный светло-голубой цвет, почти белый. Для слизистой вполне норм. И также можно как подложку под какие-то яркие тени использовать. И еще один карандаш от Miss Thais. Это оттенок 609. Это обычный белый карандаш. Его тоже можно использовать как подложку под тени. Но он, конечно, его надо прям наслаивать. Не очень удачная формула. Но иногда я им пользуюсь. Но, честно говоря, я уже и забыла, когда использовала его последний раз. Он чуть-чуть совсем суховат. Это у меня карандаш от TF Cosmetics с точилкой. Он имеет такой желтовато-бежевый оттенок. И тоже можно использовать как подложку под тени. Но он такой тоже чуть-чуть немного суховатый. Коричневый карандаш от NYX. Также находится у меня в Project Pen самый обычный коричневый базовый карандаш. Каял от Lamelle в 402 оттенке. Ну, тоже обычный коричневый гелевый карандаш для глаз. Ну, и итого у меня 17 карандашей для глаз. Маркер для бровей у меня один от DIVAGE. Это оттенок у меня 01. Я, в принципе, в последнее время маркерами пользуюсь достаточно редко. Но конкретно этот он стойкий. Тут удобная кисть. Можно как полностью заполнить брови, так и прорисовать волоски. Его качество меня полностью устраивает. Как закончится, я, скорее всего, вряд ли буду покупать маркеры для бровей. И мне как-то пока хватает карандашей и теней для бровей. Ну, а вот что касается карандашей для бровей, у меня их три. Вот этот находится в Project Pen. И также я добавила один, который буду использовать, когда закончится вот этот карандаш от Stellar. У меня они все в 01 оттенке. И по качеству мне больше, конечно, нравится карандаш от Stellar. Хотя у него здесь в форме копытца грифель. Но он достаточно удобный, достаточно удобно им пользоваться. И еще вот такие у меня карандаши. Один, как видите, закрытый. Покажу вам вот этот, который вскрытый. Он автоматический тоже. Здесь классический тонкий грифель. Оттенок достаточно холодный. И он подойдет русым и блондинкам. В общем, в целом у меня пока три карандаша для бровей. Ну и напоследок я покажу вам все свои помады в пуле. У меня здесь есть два самые такие, наверное, необычные оттенки. Это вот такая помада от NYX. Она серая. Выглядит она вот таким образом. Я ее использую редко. В основном в каких-то необычных образах. И еще покупала их как-то на Хэллоуин. И еще вот такая черная помада. Она у меня от Golden Rolls. Это у меня самоварная помада. Она находится в, так сказать, стике от Evelyn. Выглядит она у меня вот таким образом. Она у меня в Project Pen. Оттенок достаточно носибельный. Помада комфортная, кремовая. Хорошо носится и не делает полоску на губах. Пордовая помада у меня одна. Она у меня от Shiseido. Оттенок называется Dark Fantasy номер 524. Помада матовая, но все-таки на губах она больше похожа на кремовую. Наносится она, в принципе, без труда. Выглядит она таким образом. Ну, красивая, но не на каждый день. Скорее я наношу ее под настроение. Колпачок здесь достаточно тяжелый. Он похож на металлический. И он с магнитом. От Lamelle у меня помада матовая. Это оттенок 401 True Nude. Но он больше похож на какой-то такой слегка кирпичный оттенок. Но на губах с ней также комфортно. Над полоску она также не делает. Немножко она как будто кирпичного оттенка. Но, в принципе, носибельная довольно-таки. С моим светлым тоном кожи. Еще у меня есть вот такой тинт от Beauty Bomb. Он немножко поюзанный. Также стик здесь отломался. Но он без труда пока держится. Она у меня немного поюзанная. Я и наношу ее иногда поверх каких-то помад. Чтобы создать градиент в середине губ. Такой розово-фиолетовый. Она, в принципе, с этим справляется. Она достаточно жидкая. И она оставляет тинт на губах розовый. Еще есть помада в пули от Influence Beauty. У меня оттенок 16. Называется Technocrat. Довольно странный такой сложный оттенок. Он фиолетово-бежевый. Но, в целом, он красивый. Можно... Я его обычно использую в сочетании с вот этим тинтом. Я этот тинт наношу в середину губ. А для всего оттенка губ использую данный оттенок. Также у меня есть две бальзамные помады от Influence Beauty из коллекции Chimera. Оттенок у меня 01 и 04. Они идут с плампинг-эффектом. Но я его практически не замечаю. Как-то губы они сильно не увеличивают. Они просто идут с охлаждающим эффектом. И сейчас покажу оттенки. Это у меня оттенок 04. Это оттенок 01. 01 более холодный оттенок. 04 немножко потеплее. Это помады бальзамного типа. На губах они отлично себя ведут. Не делают полоску. Можно наносить самостоятельно. Можно на какой-либо карандаш. Есть у меня еще вот такая помада от Lancome. Здесь немного стерлись надписи. Это у меня оттенок 271. Ой, вернее, извините. 274 для Absolute Rouge. Оттенок называется Setzulite. Она вот таким образом открывается. Прекрасно пахнет. От дужки Lancome это что-то с чем-то. Я уже как заметно ее подиспользовала. Она у меня находится в Project Pen. Оттенок достаточно красивый. Такой розово-ягодный. Но он на губах выглядит достаточно, я бы сказала, презентабельно. Необычно. Он хорошо носится, красиво сходит. И достаточно стойкая помада. И есть у меня еще вот такая помада от Catrice. Это оттенок номер 020. Full Satin Nude. Красивая очень помада. Вообще у Catrice достаточно неплохие формулы помад. Она именно такого бежевого оттенка, правильного. Но он достаточно светлый. Но на губах не выглядит как замаз. И есть у меня вот такая помада от Wet n Wild. Она у меня также находится в Project Pen. Она достаточно суховатая. Правда, пока я ее носила, она успела смешаться с этой. Поэтому чуть ниже вам ее покажу. То есть вот такой у нее оттенок. Достаточно носибельный, но она немного суховата. И последняя у меня помада от Jeffrey Star. Это у меня оттенок Calabasas. Я, правда, больше чем уверена, что у меня ее срок вышел. Но она прекрасно пахнет. Отлично себя ведет на губах. Она довольно стойкая. Больше похожа на матовую. Но оттенок у нее вот такой необычный. Он вроде как и нюдовый, но при этом немного ягодный. Вполне себе красивый оттенок. И также она мне очень нравится. Ну и всего у меня получается 13 помад в пулях. В принципе, на этом у меня все. Я думаю, что вторая часть будет у меня с сухими продуктами для лица. И также я покажу все свои палетки. Если вам было интересно, подписывайтесь. Я обязательно выложу инвентаризацию своих сухих продуктов. Покажу свои палетки. Будем обсуждать с вами свотчи. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Я буду рада вам что-либо подсказать, рассказать. Можем с вами пообщаться обо всем в комментариях. Всем спасибо и всем пока.